Всем добрый день. Давайте пока мы соберемся, проверим связь, все ли хорошо видно, слышно. Напишите, пожалуйста, какую-то реакцию, плюсики, что все хорошо видно, слышно. И напишите мне, пожалуйста, кто был у нас на предыдущих вебинарах. Хотя бы на одном, а цифру единичка поставьте, и кто не был ни на одном вебинаре, поставьте цифру 2. Кто не был ни на одном вебинаре предыдущем, поставьте цифру 2. Спасибо. Кто был единичка, кто не был, цифра 2. Хорошо, двоечки у нас с вами есть. Спасибо большое. Сегодня у нас с вами интересная тема, она может быть не так популярна и хайпово, как тема инвестиций, хотя с точки зрения долгов она достаточно существенная, и если говорить о проблемах для России, то проблема с точки зрения именно долгов стоит гораздо более острая, нежели инвестиции. И что важно знать о кредитах вообще как таковых? Тут нужно просто понимать, для какой цели вы берете кредит. Вообще изначально этот механизм кредитования, он был придуман для богатых людей, и это позволяло им приумножать свои активы. То есть важный фактор заключается в том, что любой кредит должен иметь своим смыслом приумножение актива, либо текущих активов, либо создание новых. Если вы не преследуете ни то, ни другое, да, я сразу могу сказать, что лично я против потребительских кредитов, взятых ни на что, то есть на то, что на текущие нужды какие-то, на покупку там айфона, всего остального, это однозначно нет. Я объясню, как пользоваться правильной кредитной картой, да, так, чтобы зарабатывать на ней, но при этом при всем не платить за ее обслуживание, то есть получать, по сути, бонусы. Но это немножко другие вещи, да, это о том, как зарабатывать на кредитах. А что касается кредитов больших, то, конечно же, единственное, что я признаю, это кредиты на, ипотечные кредиты, которые у нас с вами есть, кредиты на покупку автомобиля, если он используется с вами в производственной деятельности, и вы каким-то образом зарабатываете на нем. То есть вы при помощи этого автомобиля создаете новый актив. Вот это должно быть основным маркером, мне кажется, это основной момент, который я хотела бы, чтобы вы вынесли с сегодняшнего вебинара. Но мы сейчас проговорим детали относительно того, сколько брать кредит и так далее. Все детали у нас с вами будут, как ипотеку правильно взять, это мы все-таки тоже проговорим. Но самый основной момент, помните, что проблема большинства заемщиков, которые уходят в минус, заключается в том, что они берут неправильный кредит с точки зрения их финансовой нагрузки и еще, к тому же, не отслеживают свой уровень финансовой стабильности. То есть у них нет финансовой подушки безопасности в большинстве случаев, и они берут кредиты не для создания активов, а для закрытия дыр бюджета. И вот это, на самом деле, где-то примерно 99% всех проблемных кредитов в нашей стране. Значит, обо мне информация кратко есть на экране. Кто был, уже второй раз повторяться не буду. Кто не был, пожалуйста, верните, прочитайте. Я являюсь топ-менеджером Банка ВТБ уже больше, на данный момент, 13 лет. Также я являюсь общественным деятелем в области финансовой грамотности. Вхожу и в наблюдательный совет Ассоциации развития финансовой грамотности, являюсь членом Общественного совета города Москвы по науке и образованию. Также мои контакты вы видите на экране. Это мой YouTube-канал, который поддерживает учебник, выпущенный мной для 10-11 классов, и Instagram. Но он также открыт канал для всех, соответственно, так же, как и учебник по финансовой грамотности. Сегодня у нас с вами три больших блока. Я надеюсь, что мы все успеем. Будем идти по этому очень быстро, если можно. Сконцентрируйте максимально свое внимание. Кто будет смотреть записи еще раз, то, может быть, есть смысл будет вернуться и пересмотреть какие-то вещи. Начнем мы с базы. Мы начнем с базы того, что такое показатель долговой нагрузки. Его все банки рассчитывают с конца 2019 года. Что такое полная стоимость кредита? И вот когда вы слышите на волшебные цифры 6% годовых, на все по потребительскому кредиту, где-нибудь, что вам не договаривают в этой рекламе, да, то есть, соответственно, что написано мелким шрифтом? И что вообще такое полная стоимость кредита? Мы это все обсудим здесь. Условия кредита, договора кредита и займа. На что нужно обращать внимание? На какие условия, которые очень важны? Поговорим о потребительских кредитах. Здесь в основном сделаем упор на кредитные карты, потому что только этот кредит позволяет вам зарабатывать, потому что все остальные потребы, ну, если только они не взяты, блин, и какие-то, еще раз я говорю, на ваше образование или на ремонт, которые позволяют вам актив улучшить, то все остальное – это просто слив в унитаз. А кредитная карта позволяет зарабатывать на бонусах, и поэтому вот здесь тоже есть свои подводные камни с этими кредитными картами, мы тоже на них посмотрим. И третье – это ипотечные кредиты. Это, естественно, те кредиты, которые вполне могут быть, но, опять-таки, к ним тоже есть определенного рода требования, и требования к заемщикам, при том, чтобы они такой ипотечный кредит брали, чтобы не попасть все-таки в кредитную кабалу, потому что ипотечный кредит – это, конечно, длительный кредит, да. И, по большому счету, ипотечные кредиты достаточно серьезно вас засасывают, особенно если вы их не гасите досрочно. Я объясню, почему важно гасить досрочный кредит и сколько квартир вы на самом деле покупаете, если не гасите досрочно такой кредит. Итак, начнем мы с вами с показателя долговой нагрузки. А вообще, вот какой максимум кредит можно взять? Вот вы сейчас думаете, сколько мне взять кредит? У меня зарплата 100 тысяч рублей, например, да. И я думаю, какой кредит мне взять? Может быть, мне взять кредит там с выплатой, чтобы у меня была выплата 50 тысяч, или, может быть, 70, но я же могу себе позволить, живой я, например, у родителей, да, и у меня вроде как не надо другие расходы. А тут я, получается, беру большой кредит и могу себе позволить какой-то приобрести там, не знаю, объект недвижимости или что-то еще. И мы начинаем думать о том, как нам максимизировать, соответственно, выплату с одной стороны, или с другой стороны мы начинаем думать, «А давай я возьму кредит на очень длинный срок, например, ту же самую ипотеку, но зато с минимальным платежом». Вот и то, и другое не очень хорошо. У нас есть так называемые оптимальные платежи. Как с точки зрения долговой нагрузки самого заемщика, не более 25-30% от его дохода ежемесячного, причем постоянного дохода, премии здесь не учитываются. Или, соответственно, мы должны также рассчитывать тот факт, а какие тогда проценты мы переплатим банку, если мы ипотеку будем гасить 25 лет, да? То есть если вы, конечно, возьмете, может быть, маленький платеж, но при этом при всем вроде вам комфортно, замечательно, но только вы потом переплатите такое количество процентов, что ваш актив, который вы хотели бы приобрести, по сути, станет неактивным и пассивным, потому что вы его приобретете в три раза дороже, чем он мог бы стоить. И это тоже, на самом деле, нужно для себя понимать. Поэтому база от вас, если мы пляшем от вас как от заемщика, то здесь однозначно 25-30%, не больше, это идеальный ПДН, показатель логовой нагрузки. Он считается очень просто. Вы берете ежемесячный платеж по всем кредитам, делите на доход семьи, умножаете на свой, получаете некий процент. Вот, например, у нас с вами есть пример с кредитной картой семьи Ивановых. Кредитная карта у нас с лимитом 100 тысяч рублей и текущей задолженностью 15 тысяч рублей. И у нас с вами есть два займа с оплатой 2 тысячи рублей и 3 тысячи рублей. При этом при всем, когда мы говорим о расчете лимита, то в рамках кредитной карты есть два варианта расчета. Можно рассчитывать с кредитного лимита, соответственно, 5% от кредитного лимита брать, а можно рассчитывать 10% от текущей задолженности по карте. Например, у вас уже сколько-то визито денежных средств, и вы можете от нее рассчитывать. И, соответственно, лучше брать максимальный показатель. Вот в данном случае у нас максимальный показатель идет от лимита, от кредитного. И в большинстве случаев, скорее всего, вы будете считать от кредитного лимита карту. Поэтому мы его и берем в расчет. Получается, что в данной ситуации у нас семья проходит по показателю долговой нагрузки, и он составляет у нее 20%. Вот если ваш ПДН, показатель долговой нагрузки, больше, чем 25-30%, а если он конкретно превышает 50-60%, то шансов выбраться из долгов практически нет. Вы начинаете большую часть себя проедать. Причем, как я понимаю, обычно такого рода долги – это долги по потребительским кредитам и займам, где очень высокие процентные ставки. То есть вы там переплачиваете проценты. Вот это нужно для себя понимать, что очень часто мы не учитываем в кредитовании процентную ставку. Кстати, вот для понимания, смотрите, у нас сначала с вами нашли вебинары по инвестированию, и уже потом мы начинаем с вами тему кредитования. Причем в моем учебнике для детей десятых и одиннадцатых классов тоже сначала идет тема накоплений, сбережений, инвестирования и только потом кредитования. Потому что кредиты мы берем тогда, когда мы научились пользоваться денежными средствами, сберегать, инвестировать, а потом мы можем уже переходить к кредитам. А что получается у нас сейчас? Мы не сберегать, не инвестировать не умеем, а сразу переходим к кредитам. И попадаем в кредитную кабалу, из которой мы не можем выброситься, и, соответственно, мы не можем не инвестировать ничего и не приумножать наши денежные средства. А в кредитах вот эти проценты сложные работают против вас, точно так же, как и в инвестировании, они работают на вас. Поэтому не забывайте показатель долговой нагрузки считать самостоятельно, то есть если вы начинаете думать о кредитовании, ну и, естественно, преследовать все-таки цель создания актива. Полная стоимость кредита. Если показатель долговой нагрузки вы можете рассчитать самостоятельно, то, конечно, полная стоимость кредита вы самостоятельно не рассчитаете. Перед вами справа на экране формула. Это упрощенный расчет поиска по аналогии, соответственно, который у нас имеет с расчетом реального годового процента. Но при этом при всем обычно у нас такая стоимость, полная стоимость кредита указывается на сайте Центрального банка. И вы можете посмотреть, она ежеквартально выкладывается, и у вас будет понятно, какая примерная полная стоимость кредита, Например, по микрозайму на 30 дней необеспеченному и по кредиту в банке необеспеченному. Но я вам сразу могу сказать вперед, что по микрозайму такая ставка будет в районе 300% годовых на 30 дней, а по кредиту банковскому на 30 дней она будет в районе 27 максимальная. Там указываются максимальные ставки. То есть разница тоже между микрозаймом и кредитной организацией сразу, понимаете, да? Поэтому вам нужно понимать, что когда вам произносят цифру в 6%, в 5% по потребительскому кредиту, здесь не учитывается что? Страховка. Обычно такая страховка составляет 8-10% от суммы кредита. То есть вам выдают кредиты, причем сразу из этой суммы удерживается страховая вот эта вот премия. И вы ее как бы не замечаете. То есть кредит вы получаете, в общем-то, на определенную сумму. Но вам какая разница? Вам назвали цифру 6% и вы действительно получите 6% по кредиту, но сразу же с вас взяли всю сумму страховки. И даже если вы впоследствии погасите кредит досрочно, то необходимо, чтобы вы, соответственно, заявляли самостоятельно. Зачем? У нас сейчас появился такой механизм возврата этой страховки. Но в любом случае только по вашему заявлению. То есть что получается в полной стоимости кредита? Когда мы слышим некую ставку процентную, мы для себя должны уточнить детали. А что у нас еще все-таки входит в эту ставку? Может быть, там есть страхование по потребительскому кредиту? Да. Более того, я хочу вам сказать такую потрясающую вещь. Что вы берете кредит потребительский со страховкой? Что без, ставка будет одинаковая. Потому что если банк, если вы говорите, я не хочу страховку, не навязывайте мне ее, то банк вправе вам дать ставку, которая была бы без страховки. Ну, например, вам предлагали 6 плюс 10 страховка. Банк-то вам предложит просто 16% потребительскому кредиту. И все. Никакой выгоды здесь нет от того, что вы будете там со страховкой или без страховки. То есть разницы нет никакой. В этом плане, может быть, даже со страховкой лучше, потому что хоть что-то работает на вас. А так вы просто платите процентную ставку банку. По формуле ПСК для ипотеки здесь чуть сложнее ситуация. Потому что здесь, помимо того, что у вас есть страхование, вы можете, во-первых, здесь страхование имущества, вас, титула. Также у вас есть аренда банковской ячейки. У вас есть платежи за нотариальное удостоверение подписи. Если, например, в рамках ипотеки у вас договор на два лица. Например, у вас семья и муж и жена, и долевое участие. В долевом участии у нас все сделки нотариальные. То есть это увеличивает ваши расходы. И тогда ваша ПСК растет такого рода кредитом. И таким образом тут надо все это учитывать. Например, если вы переводили денежные средства из одного банка в другой, то вам тоже в идеале надо учесть в том числе и эти расходы. Очень часто мы не учитываем эти расходы. Да, они кажутся небольшие. Оценка имущества – 5000 рублей. Ну, что тут такого, да? Но когда мы их складываем в совокупности, наша ставочка начинает расти. Чтобы вы понимали, примерно по ипотеке ставка на 1,5-2% в среднем, в среднем по рынку выше, чем та, которая заявляется. То есть вот заявляют вам ставку 6% годовых, значит, прибавьтесь к ней как минимум 1,5% с учетом всех ваших платежей, которые вы делаете, включая страхование, конечно же. Поэтому да, вот 1,5% плюсом, соответственно, вы можете смело прибавлять. Тогда это будет реальная стоимость ипотеки, которая у вас будет. По, опять-таки, потребительским кредитам, я вам сразу смело говорю, прибавляйте 8-10%, потому что там всегда включается страховка. Ну, и, естественно, если ваша полная стоимость кредита, ставка, по которой вы платите банку, соответственно, или организации микрозайма ваши долги, то больше 30-35%, то шансы оказаться в долговой яме очень велики. То есть если до 30% у вас есть хоть какой-то шанс выживать, хотя, конечно, задача снижать эту ставку, то после 30-35% 300% годовых, вот здесь видите, есть еще и 348% годовых по микрозайму, ну, без шансов. Ну, вы себе можете представить какие-то безумные деньги, которые вы возвращаете организации микрозайма. Поэтому вот в ПСК тоже для себя нужно понимать, если мы хороший заемщик, мы можем претендовать на более низкий став. Если мы заемщик с плохой кредитной историей, то мы претендуем на более высокие ставки, но не можем претендовать на низкий, поэтому вынуждены идти в микрозайм. Поэтому надо изначально сохранять свою кредитную историю чистую, что для себя нужно тоже помнить. Чем чище ваша кредитная история, тем больше будет у вас доступа к дешевым деньгам. А что такое дешевые деньги? Чем больше будет у вас доступа приумножать свои активы, приумножать свои активы за счет дешевых денег, а не за счет дорогих денег. Потому что с дорогими деньгами активы не приумножишь. Итак, на что обратить внимание при заключении договора? Сроки кредитования, конечно же, помните, что слишком длинные сроки кредитования для вас чреваты тем, что вы переплачиваете проценты банку и микрофинансовой организации. Поэтому делайте их оптимальными, то есть нет задачи выбрать максимально большой срок на ипотеку, 30 лет, 30 лет ее гасить. Целевое использование. Бывает такое, что у вас целевое использование какое-то конкретно указано в договоре. Если вы его нарушаете, то за это могут быть пение и штрафы. Порядок погашения, соответственно. Есть два варианта погашения. Аннуитетные платежи – это 97% кредитов на нашем рынке. Может быть, даже 99, я бы сказала. Есть еще такое понятие, как дифференцированные платежи. Дифференцированные платежи – это когда у вас изначально платежи высокие, в начале кредитования. А потом они снижаются. Вот с моей точки зрения, аннуитетные платежи, которые выгодны заемщику тем, что у него платеж всегда одинаковый, и это проще, ну и плюс выгодны банку, потому что вы все-таки чуть больше процентов платите в рамках аннуитетного платежа. Но заемщик зато понимает, какая у него сумма платежа ежемесячная. Для этого очень просто рассчитать свой бюджет. А дальше просто задача при выборе аннуитетного платежа – досрочное погашение. Всегда кредит нужно гасить досрочно. Далее, соответственно, порядок досрочного погашения тоже уточните. Бывает такое, что вы берете кредит, например, в течение полугода, его нельзя погасить досрочно, или у вас будут какие-то определенного рода штрафы и пени за это. Дополнительные условия по обеспечению, соответственно, также нужно все это уточнить. То есть если вы, например, берете ипотеку, у вас есть условия о том, что вы должны застраховать имущество, то если вы его вовремя не застраховали, у вас будет опять ответственность за нарушение, то есть какое-то достаточно серьезное могут быть пени и штрафы, поэтому надо внимательно за этим следить. Ну и процентная ставка. Мы с вами отдельный пункт этому посвятили, поэтому на этом останавливаться не будем. Самое важное вообще при заключении кредитного договора внимательно читать условия и задавать вопросы. Вот это то, что важно делать. Потому что я знаю людей, которые даже не знают, какая у них ставка по ипотеке эффективная, потому что они, хотя она указывается на первой странице договора, это обязали все банки, всех банков делал, соответственно, но они не знают, какая у них ставка по ипотечному кредиту, потому что они просто не читали, просто подписали и все. И таких людей, кстати говоря, очень много. Напишите мне, пожалуйста, цифру 3 поставьте, у кого на данный момент есть хотя бы один кредит. Ну, любой, неважно, кредитная карта, потребительский кредит или ипотека. То есть любой вариант кредита. Поставьте циферку 3. Хорошо. Кредитный калькулятор. Ну, я думаю, что из вас многие знают, что такое кредитный калькулятор, соответственно, и вы можете рассчитать там тот процент, который у вас будет. Единственное, что когда вы в кредитном калькуляторе считаете ставку кредитования и те суммы, которые вы будете платить, по суммам там все будет корректно. А кредитное кредитование тоже. Но понимаете, да, что это ставка без учета дополнительных платежей. То есть вы должны понимать, что ваша эффективная ставка всегда будет выше. Всегда. Вот это должны запомнить все время. То есть вы видите на сайте некую ставку, но эффективная будет и выше. И давайте резюмируем теперь вот как бы совокупно, что у нас получается. Смотрю, что кредиты есть у нас у кого-то. Значит, первое. Мы формулируем цель кредитования. Зачем мы берем кредит? Второй момент немаловажный. Проверяем наличие финансовой подушки безопасности. То есть если мы не умеем накапливать, инвестировать, и, соответственно, ну, каким-то образом у нас сформирована финансовая подушка безопасности, то кредит брать нельзя. Более того, такая финансовая подушка безопасности, если вы начинаете брать кредит, должна включать в себя в том числе платежи по кредитам. То есть у нас была базовая финансовая подушка безопасности. Три-шесть ежемесячных платежей по кредитам без учета платежей, вернее, платежей, вернее, расходов ежемесячных наших, которые у нас были, без учета платежей по кредитам. Вот у нас теперь появился какой-то кредит. Поэтому наша финансовая подушка безопасности должна составлять от трех до шести ежемесячных платежей с учетом наших расходов, с учетом платежей по кредитам. Вот теперь уже. Поэтому, когда настала бы пандемия у вас, например, в 2020 году, вы бы, конечно, сходили в банк за реструктуризацией, да, например, там у вас вы потеряли работу, может быть, даже на срок больше, чем 6 месяцев, но у вас была подушка, например, на 3 месяца какая-то, да, вы продлили еще договор с банком, воспользовались условиями, но, с другой стороны, вы продлили его тогда, когда у вас была возможность продлить, потому что сначала там была действительно какая-то непонятная ситуация с невозможностью дозвониться, действительно был огромный пик обращений и так далее. То есть вы себя чувствовали бы гораздо более спокойно, если в вашей финансовой подушке безопасности уже были бы включены вот эти платежи по кредитам. Ну и, конечно же, оптимальный платеж, мы помним, ПДН 30% и механизм досрочного погашения. Всегда стараемся гасить кредит досрочно. Теперь переходим к кредитам. Давайте посмотрим, кредиты с обеспечением или без. Вот кредиты с обеспечением у них преимущество в том, что там есть низкий ставок, ну, то есть ставка по кредитной карте. По кредитной карте в среднем 26-27%, по ипотеке это все-таки 6-8%, но эффективная 8-9%. То есть, и поэтому, ну, это очевидно гораздо лучший вариант ставки, чем нежели по потребу. Но, с другой стороны, у нас с вами есть ограничения на, например, реализацию имущества, которое заложено в ипотеке, да, это невозможно. Потом мы, соответственно, можем лишиться вот этого актива в случае, если мы не будем платить, когда у нас потреб, мы, в общем-то, ничего лишиться не можем, потому что здесь у нас ничего не заложено нашего имущества, по крайней мере, но только если в рамках банкротства уже будем чего-то лишаться. Поэтому в этом плане у кредитов без обеспечения, в общем-то, простота и легкость оформления, но высокие ставки и, на самом деле, не такие длинные сроки. То есть, потреб взять на 30 лет, но вам такой потреб никто не даст. А вот ипотеку на 30 лет – это можно. Когда мы говорим о кредитной карте, давайте с вами посмотрим. Кредитная карта в целом – это инструмент неплохой, да, но надо просто понимать, как с ним работать. И многие банки сейчас имеют кредитные карты, заявляют о том, что можно получать бонусы. Давайте с вами посмотрим, как это работает. Вообще, кредитная карта обычно в обслуживании платная, но там заявляется вот очень часто, что если вы будете определенные обороты в кредитной карте проводить, то обслуживание будет у нее тогда бесплатное. То есть, чем больше оборотов вы проводите, тем, соответственно, больше шансов у вас получить такое обслуживание бесплатным. Обычно ставится там предел 10, 15, у кого-то 75 тысяч, там, для определенного рода бонусов и так далее. А срок такой кредитной карты, он един для всех, так же, как для обычной дебетовой карты – это 3 года. Но по кредитным картам есть ограничения в снятии наличных. Вот здесь тоже нужно быть осторожным. Или переводом третьим лицам. Вот вы, например, с кредитной карты решили другу перевести денег. Это то же самое, как наличные, один в один. У вас будет взиматься, там, от 2 до 7%, в зависимости от того, что написано конкретно в вашем договоре. Да, сейчас есть такая опция, и она появляется, что у вас, например, в рамках, там, 30 или 50 тысяч рублей по кредитной карте есть снятие наличных без процентов. Но, опять-таки, это опционально, и это надо смотреть внимательно условия договора. Теперь самое главное. В том выгоды кредитной карты, в том, что у вас есть так называемый льготный период, да, или, там, для карты рассрочки, период рассрочки. Попозже расскажу про карту рассрочки и почему она не популярна. У вас есть льготный период. Давайте его назовем, как он называется у нас официально, грейс-период. Он составляет по-разному для карт от 50, и даже сейчас уже есть варианты грейс-периода до 200 дней. Но в основном, вот, карты где-то 100 дней есть, грейс-период. Вот у меня сейчас по карте грейс-период 100 дней, 101 день. И в этот период вы не платите проценты банку за пользование деньгами. Но если вы, например, не успели погасить в этот период банку проценты, то с следующего дня у вас, соответственно, начинает начисление уже идти процентов, и после этого вы должны в определенной сумме процент гасить. Если вы его не погасили, там уже пении штрафа увеличиваются в разы и, соответственно, составляют до полутора процентов за каждый день от суммы просрочки. Это достаточно большие пении штрафа, когда они накапливаются даже за 10 дней, это достаточно существенно. Но что самое главное, почему нельзя выходить за рамки грейс-периода? Потому что задача кредитной карты – зарабатывать бонусы. Как только вы выходите за рамки грейс-периода, как только вы даже если не просрочили какой-то первоначальный платеж, но, соответственно, вы уже попали на проценты, все ваши бонусы улетучиваются, вот прямо в раз улетучиваются, потому что вы тут же начинаете платить процент. И в этот момент, ну, как бы, какой смысл тогда наличия такой кредитной карты? Поэтому кредитная карта важна для очень хорошей дисциплины, то есть, вернее, хороша для тех, у кого высокая дисциплина финансовая. Если вы в состоянии уложиться в этот грейс-период, тогда для вас это шаг, шикарно. Вот, например, для примера могу сказать, что с кредитной картой, которая у меня есть, я пользуюсь ей постоянно. У меня там отличная бонусная система стоит, и я с нее, например, покупаю билеты во все путешествия, куда я езжу в течение года. И пока что, ну, там бывают небольшие доплаты когда-то, но пока те бонусы, которые я получаю, позволяют мне вот тратить покупку билетов в полном объеме, и это закрывает мои потребности. Поэтому, ну, там раз в два месяца, раз в три месяца куда-то что-то я вылетаю. Вот, поэтому в этом плане, мне кажется, это удобно, что вы можете использовать. Ну, например, вы хотите на какие-то другие аспекты потратить что-то. Вы можете делать не только накопление, например, в бонусных рублях или просто в рублях, но и в милях. Там много чего есть. Варианты выгоды, и они очень разнообразны, да, на самом деле. Но вот это тоже ваши выгоды, и на этом можно зарабатывать, когда вот говорят, как зарабатывать на кредитной карте. Но строго, строго соблюдение льготного привода. Значит, обычно кредитные карты у нас принимают все магазины без ограничений. Ну, то есть, я, по крайней мере, не знаю, ограничения. Карты разручат, принимают не все магазины. Чуть позже об этом скажу. По ставкам, как я уже говорила, 20-26, но обычно ближе к верхней границе. Выгода – это есть кэшбэк от покупок в зависимости от ситуации. Плюс сама карта, она бывает обычно у вас разных уровней, и разные уровни карты тоже дают вам какой-то плюс. Ну, там и дебетовые тоже, но также, на самом деле, и кредитные. Вы будете пользоваться двойной выгодой. То есть, от наличия самой карты и от выгоды по карте, да, от кэшбэка, который у вас есть. Также есть еще опция. Они появились, это и сравнительно недавно, года три назад. Это доп. доходность по депозиту. Она выгодна тогда, когда у вас небольшая сумма депозита. То есть, если сумма депозита большая, это невыгодно. И это выгодно при снижении ставки по кредитам, по потребам или, например, по ипотеке. Нужно просто все считать, все счетно, на самом деле. Если вы посчитаете, что вам выгоднее кэшбэк, доходность по депозиту или снижение ставки по кредитам, вы как раз убедитесь. Вот я, например, посчитала в свое время, что мне выгоднее. Мне вот все равно выгоднее всего кэшбэк. Доходность по депозиту для меня была мизерцей в сравнении с тем кэшбэком, который я получаю. Поэтому для каждого свое. Может быть, у вас нет таких расходов, зато ваши небольшие расходы, которые у вас есть, и небольшой депозит, который у вас существует, вам дадут гораздо больше бонусов, например, не от кэшбэка, потому что у вас, может, суммы небольшие, и там кэшбэк будет маленький, а именно за счет того, что вам будут начисляться лишние проценты по депозиту. Это очень даже круто. По погашению, значит, обычно есть определенный процент от остатка задолженности по основному долгу. Например, вы просрочили льготный период, то есть у вас уже возникает необходимость оплачивать какие-то проценты, и вы должны какую-то определенную сумму погасить. И вот вы так ее гасите. Иногда в рамках уже грейс-периода тоже есть платежи, которые нужно сделать. Например, через 100 дней нужно сделать первый платеж, а остальные уже через 200 дней. Такое тоже возможно. Внимательно смотрите на документы, когда вы подписываете. Ну, и пение штрафа уже здесь повторяться не буду. Карта рассрочки. Такой волшебный инструмент появился у нас в 2017 году. Если знаете, наверное, халва, там, совесть и все остальное. Но буквально где-то года полтора назад они перестали быть популярными. Почему? Да потому что на самом деле льготные периоды рассрочки по обычным кредитным картам увеличились, причем многократно. Вот смотрите, 100 дней – это вообще в среднем сейчас в основном у всех. У кого-то есть 200 дней. А карта рассрочки, она все равно идет рассрочкой до 12 месяцев. Причем для каждого магазина эта рассрочка будет разной. Для Тамхов – это будет одна рассрочка, для Леоа Мерлен – другая. Для рассрочка, для пятерочки будет одна. Для там какого-то еще другого магазина – другая. То есть вам нужно следить за этими рассрочками. То есть если вы купили продукты, вы там, не знаю, по карте рассрочки расплатились или вы там расплатились в кофе, покупая себе диван, у вас для каждого продукта будет разная рассрочка. То есть для каждого товара. Для дивана одна, для продуктов другая. И за этим нужно следить. Обычно в приложении по карте рассрочек у вас всегда есть так называемые напоминания, когда нужно погасить платеж минимальный. Потому что если вы не будете вовремя его гасить, вы тоже попадаете в проценты, причем достаточно серьезные. Поэтому вот в карте рассрочки подвоз заключается в том, что у вас рассрочка на разные товары разная. И преимущественно, на самом деле, рассрочка-то она укладывается в 3 месяца. Поэтому вы в те самые 100 волшебных дней по кредитной карте такими вот потребительскими аспектами основными всегда уложитесь. А вот уже, конечно, большие какие-то покупки, ну, кто-то там покупает мебель, кто-то там холодильники, чего-то еще, какую-то бытовую технику, вот там, может быть, карта рассрочка пригодится, потому что там может быть рассрочка до 12 месяцев. Но это надо все узнавать, потому что очень зависит от партнера. И в отличие от карты, кредитной карты, тут все зависит от того, с кем заключено, с какими магазинами у этой компании договоры, потому что не со всеми магазинами это может работать. Но инструмент такой есть, поэтому, в принципе, пользоваться им можно. Я считаю, что все, что без процентов, это всегда хорошо. Давайте вернемся по грейс-периоду и еще раз посмотрим, как можно рассчитывать грейс-период. Это все у вас есть в вашем приложении, да, и вы все это увидите по кредитной карте в вашем соглашении с банком. Но есть три варианта расчета грейс-периода. Есть варианты, что грейс-период считается с момента первой операции по карте. Есть варианты, когда он считается с момента просто какого-то дня определенного в договоре, например, там, 20-е число месяца. Вот у вас необходимо внести минимальный платеж. Ну, и есть еще вариант, это когда вам нужно, у вас считается, например, с момента совершения покупки. То есть это тоже такой вариант возможен, да, то есть где-то с момента выдачи карты и где-то с момента конкретной даты, где-то с момента совершения покупки. С момента совершения покупки, наверное, самый сложный вариант. Он самый выгодный, как ни странно, но он самый сложный, потому что вы покупки совершаете, например, ну, в разные дни, соответственно, грейс-период, по каждой сумме будет свой течь определенный. Это сложно следить за этим. Мне кажется, это не очень комфортно и удобно. Не знаю, как вам, но вот мне больше нравится, когда есть конкретный платеж, и вы все-таки понимаете, что, например, там у вас есть там 20 число месяца, и вам гораздо удобнее понимать, что происходит, да, например, что с этого момента отсчитывается ваш там 101 день или когда вы первый раз активировали карту. Поэтому еще раз давайте резюмируем. Кредитная карта – это способ заработать, а не потратить. Поэтому здесь в первую очередь нужно смотреть именно на то, как вы можете заработать и как, самое главное, соблюдать финансовую дисциплину в рамках льготного периода. Так, мы с вами закончили потребительские кредиты. Переходим сейчас к ипотечным. Давайте я вам задам вопрос, что еще дополнительно возникли, какие-то вопросы или нет по потребам. Может быть, какие-то вопросы есть. Я могу на эту тему что-нибудь рассказать. У нас сегодня нет темы по кредитной истории. Она будет в следующий раз, когда мы будем говорить о том, как выбраться из долгов, что такое кредитная история. Мы там проговорим эти все вопросы, как она формируется, как считается. Ну, вот такие самые простые вопросы, которые задаются, как узнать свою кредитную историю. Здесь у вас есть несколько способов. Один из самых простых – это узнать на госуслугах. И вы можете ее там заказать, собственно говоря, и уточнить, в каком БКИ у вас кредитная история, и потом уже затем запросить в БКИ. Кстати, два раза в год свою кредитную историю можно узнавать бесплатно. То есть это можно делать бесплатно, так что рекомендую вам этим заниматься. А то вдруг кто-нибудь окажется, что на ваше имя взял кредит. Это случаи редкие, но они бывают на самом деле. Какие возрастные ограничения на ипотечный кредит? На самом деле возрастные ограничения по большому счету, ну, как бы, я знаю, что пенсионерам точно не дают. А вот что касается до пенсии, не знаю ограничений, честно, не могу сказать. Я просто не работаю с конкретными продуктами, поэтому по возрастным ограничениям не подскажу. Наверное, мне кажется, если у вас есть доход стабильный, то я полагаю, что для 55 вам точно должны давать кредит ипотечный. Вопрос только срока ипотечного кредита. Вот я, например, ипотечные кредиты больше, чем на 5 лет не беру. Ну, для себя лично. Я брала несколько ипотечных кредитов, но больше на 5 лет не беру. И гашу их примерно в 2 раза быстрее, за 2,5 года. Это такое у меня правило. Но если вы берете ипотечный кредит на 15 лет, я думаю, что дадут. Если на 25, на 30, наверное, вряд ли. Опять-таки срок ипотечного кредита тоже имеет значение. По кредитной карте деньги можно перевести с нее на свой счет? Можно, но это будет с процентами. То есть это как снятие наличных. Это то же самое. То есть если мы переводим денежные средства третьим лицам себе на свой счет или снимаем наличные, это одно и то же. Это может нам стоить от 2 до 7% с этой кредитной карты. Более того, насколько я знаю, обычно в условиях прописано, что даже если вы можете снимать наличными, переводы третьим лицам все равно остаются так же, как и себе. Именно безналом на другую карту, они все равно остаются у нас с процентами. Поэтому здесь нужно быть осторожным и читать внимательные условия по вашей конкретной кредитной карте. Действительно, вопрос хороший. Спасибо. Ну что, переходим к ипотеке. Да, такой полезный кредит, как я его называю. Вот. Так. Сейчас еще раз вернусь, посмотрю. А есть ли еще одна квартира, которую можно сдавать? Банк это как-то учитывает про возрастные ограничения? Вы знаете, дело в том, что это называется ломбардное кредитование, или там он учитывать может ваш доход, который вы получаете с этой квартиры, если, конечно, вы делаете это специально. Вот. Ну, например, на статусе самозанятого это можно делать. То это неплохой вариант. Конечно, это в сторону копилки вашего дохода. Банк не будет это учитывать, если вы ему не даете в залог эту квартиру. То есть он может это учитывать при расчете вашего дохода. Но с точки зрения выдачи вам ипотечного кредита на большой срок он учитывать это не будет. Если только вы не будете еще эту квартиру закладывать, может быть, он как-то это учтет, хотя это уже ломбардный кредит, это редко бывает, чтобы у вас сочеталось ломбардное кредитование еще и с обычным. То есть я таких процентов на рынке не знаю, может быть, какие-то индивидуальные только будут решения. Ну, по крайней мере, в продуктах стандартных такого нет. Вот. Поэтому, да, в доходах учтут, но при выдаче ипотеки нет. Самое главное, ипотеку просто нужно ограничивать себя по сроку. 15 лет – это хороший срок. Итак, какие у нас с вами плюсы и минусы ипотеки? Плюсов, конечно, много на самом деле. Первое – это социальные блага. Заключается это тоже, заключается в том, что не всегда, например, вот у вас нет прописки, она там сейчас дорого стоит, и вам хотелось бы так называемые там возможности иметь в виду, вводить детей в школу, в детский сад и так далее. То есть здесь, собственно говоря, ну, к сожалению, только своя квартира вам это гарантирует, потому что все остальные никогда не знают, что будет. Это социальные блага. С другой стороны, у некоторых, например, есть еще такое понятие, что у них кредитные обязательства их стимулируют к чему-то. Ну, то есть если нет надо мной дамоклового веча, не висит ничего, то я вроде как и не хочу ничего делать. А кого-то, наоборот, такой дамокловый меч только обременяет, он говорит, нет, напротив у меня руки опускают. Поэтому смотрите, вот для вас что в этом плане? Кредит как дополнительная стимулирующая какая-то мера, да, морковка сзади? Или все-таки вам лучше, когда морковка висит впереди, но вы знаете точно, что вы не будете переплачивать проценты банку, поэтому вы несете вот там, где-то она там есть, и вас это устраивает. У каждого свое. И также по государственной поддержке. То есть если вы арендуете квартиру, вам никто не даст никакого, соответственно, социального налога, никто не даст вам имущественного налогового вычета, который вы можете получить при покупке, при продаже, соответственно, квартиры. Это невозможно. А здесь это возможно. Вы тем самым оптимизируете свои расходы. Ну и, конечно же, есть еще психологический фактор. Это возможность купить свое жилье. Не всегда у нас вот есть такая, ну вот эта вот психологическая привязанность, особенно в определенном возрасте она возникает все сильнее и сильнее. Мы хотим что-то свое. Нам не хочется там идти в свою съемную квартиру, там постоянно жить, хотя с точки зрения экономики, я могу вам честно сказать, конечно, съемное жилье гораздо более экономично, а не свое жилье, особенно при текущих ценах. То есть очень нужно для того, чтобы купить сейчас ипотеку для себя выгодно, то есть квартиру в ипотеку для себя выгодно, это прям надо очень постараться, ну прям вот посмотреть на рынок, там заранее все это просчитать. Обычно те, кто выходит и покупает вот ипотеку, они не считают все эти вещи, но можно сделать, да, так, чтобы было выгодно для вас. Ну и, конечно же, минус огромный. У ипотеки есть только один минус. У нее миллион плюсов, но минус один. Это переплата процентов. Если вы, как я уже говорила ранее, возьмете ипотеку на 30 лет, то вы купите несколько квартир, вернее, три. Две банку и одну себе. А что такое две банку? Это же не просто так, что вот вы думаете, ну это же что там, ну приплатила проценты, ну и что, зато я живу в своем жиле. Нет, все не так. На самом деле, ваш актив будет стоить в три раза дороже, чем он стоит по факту по рынку. Понимаете? Но даже если мы учтем фактор подорожания небольшого квартир, хотя с точки зрения долларового составляющего, он вообще дешевеет, да, квадратный метр, ну потому что доллар у нас с вами, рубль к рублю растет, рубль к доллару падает. Поэтому, да, в долларовом выражении у нас стоимость квартир падает. Но при этом, при всем, вы должны понимать, что это ваше инвестиционное вложение. То есть всегда, даже покупая квартиру для самого себя, мы должны оценивать это как инвестицию. Если мы оценим это как инвестицию, мы должны посмотреть на ее доходность. А если вы возьмете инвестицию, покупаете такие акции, то, представьте себе, вышли на фонды выронок и говорите, нет, ну я вот эту акцию готов купить в три раза дороже, все равно я с ней умру. И мне она пусть будет там, я детям ей придам. Ну, какой смысл, да? Такая инвестиционная доходность тогда никакой не получится хорошей. Здесь то же самое. Все такое же абсолютно отношение ко всему остальному. Ничего такого здесь не должно быть, ничего личного. Только вот как к инвестиционному вложению. Да, свое жилье, все здорово. Но все равно оно должно быть оптимальным по цене. Итак, теперь все дальнейшие разговоры по ипотеке будут сводиться только к одному. Как уменьшить бремя процентов? Ну, потому что мы уже с вами выяснили, что плюсы есть, а минус только один. Поэтому наша задача уменьшить, соответственно, вот это бремя. Сначала нам нужно его оценить. Да, вернемся с вами к теме полной стоимости кредита и посмотрим, сколько стоит ипотека. Первая ставка по кредиту, та, которая вам заявляется, не ставка, 6, 5,5, 7% и так далее. То, что вам заявляется изначально. Вот здесь важно понимать, что у многих возникает такой вопрос. А мне что вот делать с первоначальным взносом? Может быть, не искать ипотеку без первоначального взноса? Ну, сразу забегая вперед, могу сказать, что без первоначального взноса ставка будет выше, потому что у нас есть ограничения у Центрального банка, введенные как раз в 2019 году, тоже в конце, о том, что если первоначальный взнос ниже 20%, а для определенных кредитов там сельской ипотеки, например, 10%, то у вас ставка выше и риск считается на заемщика выше. А, соответственно, если риск на заемщика выше, то ставка всегда будет выше. Это важный момент. Нужно учитывать, банк риски закладывает в эту ставку. Вообще, когда мы говорим, давайте вот сейчас такое маленькое отступление от ставки, из чего складывается ставка по кредиту, по-любому? Вот у вас есть стоимость заимствования. Это стоимость первая, первоначальная, по которой Центральный банк дает кредит коммерческим банкам. Это ставка рефинансирования. Плюс, соответственно, ну, как бы определенного рода, там, в зависимости от того, каким способом выдаются денежные средства, может быть небольшая такая, как бы небольшой плюсик по разным способам. Но в основном, так ориентируйтесь, что это ставка рефинансирования. И вот дальше к этой ставке рефинансирования у нас с вами всегда есть премия за риск, ну, потому что банк же должен оценить сначала заемщика, и одному заемщику он даст по 6, а другому по 10, потому что профиль риска разный, да, плюс банку нужно заложить свои расходы в эту ставку, потому что, говорится, на те 2% и живу, потому что есть те, у кого мы взяли деньги, есть те, у кого мы отдали деньги, но при этом все поработал какой-то механизм у банка, определенного рода люди, машины, там, не знаю, программное обеспечение, все это, соответственно, поработало на эту тему. Поэтому вот здесь нужно тоже понимать организационно, что есть затраты банка, есть премия за риск, и есть базовая стоимость, по которой денежные средства получают сами коммерческие банки. Вот отсюда складывается любая ставка, любая, и ипотека, и потребительские, и так далее. Сейчас у нас есть тенденция на повышение ставки процентной, а до этого была тенденция на снижение процентной ставки. Так вот, ну, естественно, нужно проводить мониторинг процентной ставки. Если мы понимаем, что ставки снижаются, то всегда можно взять ставку и рефинансироваться под более низкую ставку. Дальше мы должны учесть в нашей стоимости ипотеки страхование, имущество и жизни заемщика, то есть нам нужно выбрать страховую компанию определенную, смотреть, что нам будет дешевле. В принципе, я не рекомендую платить страховку на несколько лет вперед, платить ее ежегодно. Ну, и прочие расходы, которые я уже упоминала в начале, оценка имущества, нотариальное удостоверение, аренда ячейки или открытие аккредитива. Все это платные инструменты. За них тоже надо платить. Да, это суммы небольшие, но они все равно у нас существуют. Поэтому для того, чтобы нам хорошо оценивать нашу инвестиционную доходность, нам нужно учитывать все расходы по нашей плате. То есть, например, когда вы делаете рефинансирование ипотеки, тоже нужно учитывать все расходы. Потому что очень многие, например, при рефинансировании ипотеки услышали, что где-то на полпроцент ставка ниже и бегом побежали туда. А какой смысл? Если у вас по ипотеке, вот сразу могу сказать, вот такой момент, ставка не будет разниться с новым предложением больше, чем на... или нет, будет меньше, чем процент, то есть вам предлагают, вообще можно не ходить. Это невыгодно будет. Вообще хорошо в идеале, если полтора процента предлагают снижение ставки эффективной, сразу можете смело идти. Это точно абсолютно будет выгодно. Но если один процент, надо посчитать. Если меньше процента, скорее всего, невыгодно. То есть, поэтому надо, очень важно, вот эти вот расходы все учитывать. Как уменьшить бремя ипотеки? Первое, имущественные налоговые вычеты, которые недоступны в случае, если вы арендуете квартиру. Что такое имущественные налоговые вычеты? Ну, вообще, налоговые вычеты мы можем получать, только если мы с вами являемся плательщиками налога на доходы физических лиц. То есть, если вы работаете и официально уплачиваете налог на доходы физических лиц. И более того, например, ИП тоже могут уплачивать налог на доходы физических лиц. То есть, но именно НДФЛ, не налог на профессиональный доход, как самозанятый, это не НДФЛ. А вот именно НДФЛ, тогда, да, тогда мы можем здесь применить налоговые вычеты. Значит, с покупки жилья у нас с вами вычет 2 миллиона рублей. Что такое вычет 2 миллиона рублей? Вот его так правильно говорить с точки зрения обозначения в налоговом кодексе. То есть, налоговый вычет 2 миллиона рублей, но при этом, при всем, наши выгоды составят 13%. Налоговый вычет, это вычет с той суммы, то есть, которая считается неналогооблагаемой для нас. Если мы заработали за год 3 миллиона рублей, то из них мы можем вычесть 2 миллиона рублей и заплатить налоги только с миллиона рублей. Ну, вот условно выражаясь. Если мы уже заплатили, соответственно, какие-то налоги с 3 миллионов рублей, то мы просто-напросто можем вернуть из бюджета налоги с 2 миллионов рублей. Понятно ли эта ситуация по налоговым вычетам. То есть, что не 2 миллиона рублей я получу от государства, а 260 тысяч, 12 процентов. Поставьте, пожалуйста, плюсики, что понятно в этой ситуации, потому что по налоговым вычетам очень часто путаются, начинают думать, что я сейчас пойду и 2 миллиона получу. Нет, конечно же, не получите 2 миллиона. Вы получите 260 тысяч. Но с другой стороны, все равно сумма 260 тысяч очень неплохая. Причем, если вы покупаете квартиру вдвоем, муж и жена, то из вас каждый может получить на эту одну квартиру 260 тысяч, а это уже 520 тысяч рублей. Попади плохо, дороги не валяются, полмиллиона. Далее, соответственно, с процентов по ипотеке тоже налоговый вычет 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей у нас с вами и наши выгоды 390 тысяч. То есть, он ДФЛ, который мы можем возместить из бюджета. Но он, на самом деле, маленькими суммами возмещается. Мы с вами на примере на конкретном расчета по ипотеке. Это посмотрим. Дальше есть еще один вариант у нас с вами, как уменьшается время ипотеки. Это семейный ипотек. То есть, время ипотеки создается за счет процентных платежей. Ну, я надеюсь, что вы, прежде чем покупать квартиру, по стоимости ее промониторили, конечно, выбрали самый оптимальный вариант по стоимости, что-то посмотрели, а уже дальше время ипотеки самое мы снижаем за счет того, что снижаем проценты, проценты, да, и максимально выгашиваем быстрее наш кредит. Семейная ипотека предлагает, конечно, достаточно низкой ставки кредит под 6% годовых. Учитывая, что сейчас среднестатистическая инфляция 6%, чем беднее человек, тем для него выше инфляция. Ну, для бедных людей обычно инфляция в районе 15, как минимум, процентов будет, а то и 20, да, вот у кого-то, кто относится к совсем слоям малообеспеченных людей, у них процент инфляции может быть 25%, он очень индивидуален. То есть чем беднее человек, тем для него больше инфляция. То есть казалось бы, какой кошмар, наоборот, нужно было, то есть богатым не так страшная инфляция, потому что у них и так есть деньги, а получается, что все наоборот. Бедные беднеют, богатые богатеют. Да, вот и все. Значит, по семейной ипотеке 6% ставка, то есть если у вас есть семья и двое детей, один из которых родился с 2018 по 2022, вы можете воспользоваться такой семейной ипотекой. Но смотрите, первоначальный взнос 20%, он в любом случае сейчас будет в районе 20% всегда. Материнский капитал. Материнский капитал – это возможность, когда вы рожаете ребенка, соответственно, сейчас у нас уже с первого ребенка материнский капитал 466, на второго там доплачивается 50 тысяч, совокупно у вас получается 616 тысяч на двоих. И получается, что эти все суммы вы можете направить на погашение ипотеки. Или, например, если вы берете ипотеку на первоначальный взнос по ипотеке, то есть вообще не вносить как бы своих средств, а полностью воспользоваться материнским капиталом. Единственное, здесь есть в последующем такого рода ограничения. Если вы материнским капиталом что-то оплатили, то вы обязаны выделить доли детей в квартире. А это означает, что когда вы будете продавать такую квартиру, а по статистике у нас ипотека выгашивается в среднем за 10 лет, и потом семья хочет обновить жилье, то вам придется получать согласие органов опеки на то, чтобы поменять жилье. Вы не сможете без органов опеки это жилье поменять. Поэтому по материнскому капиталу все хорошо, но вот здесь включается вопрос с опекой, потому что вы пользуетесь материнским капиталом и обязаны выделить доли детей. Итак, идем дальше. Еще четыре способа уменьшить бремя ипотеки. Сельская ипотека, вот та самая, знаете, вот мы все мечтали о ставке в 3%, как в Европе, в ипотеке. Вот она есть. Только крайне редко выбрасывается такой продукт на рынок. Буквально вот недавно несколько банков ключевых, Ростсельхоз, ВТБ, СБР, по-моему, выбрасывали несколько предложений и быстро закрыли, потому что мгновенно был заполнен спрос. То есть настолько велик спрос, что предложение мало. Ну вот не получается, на самом деле, этому инструменту работать, потому что здесь ставка 3% годовых и первоначальный взнос 10%. И, естественно, здесь есть исключения. То есть у нас есть лимиты, определенные 5 миллионов рублей для Ленинградской области и Дальнего Востока, и для остальных 3 миллиона рублей. Но это касается только сельской местности. Это не касается возможности купить недвижимость в городах. Да, то есть это даже малые города сюда не подпадают. Вот. Военная ипотека. Ну, действительно, у нас с вами существует достаточно серьезный пласт военной ипотеки. Он не для всех доступен, понятно, что только для тех, кто все-таки служит. Но у нас большой достаточно процент тех, кто силовых структур, поэтому да, вот военная ипотека им тоже доступна. Здесь у вас с вами, по сути, ипотеку за вас выплачивает ваш работодатель, ну, в данном случае Миноборона. И вы ничего не делаете, вы просто слушаете, а за вас полностью всю сумму выплачивают. Поэтому это очень-очень здорово. Только, единственное, там предел суммы ипотеки 2,4 миллиона рублей. То есть вы можете 100% на плачу ипотеку выбрать военную. Это очень удобно. По поводу субсидий для многодетных семей на погашение ипотеки. Очень удобная субсидия. В большей степени сейчас ее распространяют не только на основной долг, но и на проценты. Она работает через Дом.РФ. Это АИЖК бывшая, соответственно. Поэтому вы сейчас вот Дом.РФ.Банк можете отдавать, соответственно, если у кого-то есть, например, там третий ребенок. Ну, я не знаю, у вас, наверное, вряд ли, может быть, есть. Но если вдруг у кого-то у нас есть преподаватели, у кого есть, то это можно сделать, соответственно, и получить субсидию 450 тысяч. Это достаточно просто сделать и направить ее на погашение ипотеки. Ну и, соответственно, поддержка по программе «Молодая семья». Достаточно тоже редкая программа, но при этом при всем она возможна. Просто нужно достучаться. То есть ходить, посмотреть в вашем регионе конкретно, какие субсидии выделяются, встать в очередь. Может быть, не сразу дойдет, но это возможно. Нужно, правда, иметь определенного рода ограничения по метражу официальной, но в любом случае это возможно. Конечно, мы прибегаем к кредиту почему. Да, давайте вот резюмируем сейчас. И все вот эти вот все способы, вот те, которые нам нужны, мы прибегаем только потому, что мы мало зарабатываем. Поэтому при всех кредитах, при всех инвестициях, при всем том, что нас окружает, и мы сейчас изучаем по финансовой грамотности с вами, не забывайте, что наш базовый вебинар был по теме «Навыки будущего». И мы с вами пытались понять, как бы нам зарабатывать больше. Поэтому вот чтобы потом, может быть, не пытаться искать, не ждать чего-то, нам нужно заработать больше, прокачая себя. Это будет, может быть, проще гораздо в некоторых случаях, чем вот потом идти и выискивать там 3-4-5 процентов, которые нам помогут в итоге приобрести то, что мы хотим. Не забывайте об этом, да, что «Навыки» – это ваше все. Давайте посмотрим на расчет ипотеки на примере. Вот как раз-таки тот самый случай, где я вам покажу, почему у нас важно выплачивать ипотеку быстрее, да, сколько это может сэкономить. Вот у нас с вами семья, квартира в регионе. Квартира стоит 2,5 миллиона рублей. Супруги, двое детей, заработная плата у нас на двоих 50 тысяч рублей после налогообложения. Сумма кредита 2 миллиона рублей, поставки 6 процентов. Первоначальный взнос полностью оплачен полмиллиона материнским капиталом. Строг ипотеки 15 лет. Почему 15 лет? Потому что мы берем оптимальный платеж в 30 процентов от нашего заработка, чтобы нам с вами не переплачивать проценты. Итак, ипотека выплачивается за 15 лет, при этом переплата процентов, то есть проценты в стоимости, то есть в стоимости нашего кредита составляют 1,250 миллионов рублей, на 1,2 миллиона. То есть получается, что 2 миллиона мы взяли кредит, а 1,2 миллиона – это проценты, которые мы должны были бы заплатить за 15 лет. И мы думаем, как бы нам уменьшить эти проценты, и мы начинаем их уменьшать. Вот смотрите, первый год, 2021-й. У нас есть, соответственно, 97 тысяч мы берем на то, чтобы получить налоговый вычет с покупки жилья. Помните, 260 тысяч рублей мы можем получить при покупке жилья. Кстати, мы здесь еще не учли, между прочим, супругу, потому что здесь можно было бы еще дополнительный налоговый вычет получить, но она у нас с вами, ну как бы, если не работает, то, соответственно, мы не можем за нее получать. Если бы она работала, то могли бы получать. В данном случае мы учли максимальный вариант в том, что как бы 50 тысяч на двоих. Мы не знаем, кто из них работает. Может быть, двое, может быть, один. Мы учитываем как вот совокупный вариант. Объясните мне, пожалуйста, вот кто из вас может мне сказать, почему мы сразу не возмещаем все 260 тысяч? Вот чего мы сразу 260 тысяч не хотим возместить из бюджета? Кто мне может ответить на этот вопрос? Напишите мне, пожалуйста. 260 тысяч. Пойди плохо, сразу бы возместили, не мучились. Почему мы не можем этого сделать? Какие есть предположения? Можете просто подумать. Пишите свои мысли прямо сразу в чат. Почему мы не можем возместить сразу 260 тысяч из бюджета? Зависит от дохода. Все правильно. На самом деле просто у нас нет такого налогооблагаемого дохода, потому что у нас нет уплаченного НДФЛ. То есть мы возмещаем из бюджета только то, что мы туда уплатили. Поэтому и возмещаем мы, естественно, меньше. Мы еще здесь в нашу задачку ввели такой момент, что мы дополнительную годовую премию будем тоже в погашение направлять. И у нас с вами получается, что у нас несколько годовых премий, 5 штук. И мы еще учитываем все налоговые вычеты. Налоговый вычет, соответственно, у нас максимально идет первый год, второй год. Третий год мы дополучаем вычет по покупке жилья и начинаем получать налоговый вычет с процентом. Смотрите, в чем плюс налогового вычета имущественного. Его можно получать хоть до конца жизни. Вот даже если, например, у вас есть дети, у вас есть какое-то лечение, обучение или что-то еще, то вы можете получать эти вычеты только в течение года. Вот социальный налоговый вычет на лечение можно получить в течение года. А имущественный налоговый вычет можно получить в течение, там, хоть не знаю, какого периода, хоть до пенсии вы получаете. То же самое, имущественный налоговый вычет по процентам, тоже хоть до пенсии. В этом плане большой плюс. Даже если у вас маленькая зарплата, вы можете сделать так, что весь НДФЛ, который вы уплачивали в бюджет, вы будете возмещать, а это означает 13% прибавки к вашему ежегодному бюджету. И посмотрите, с учетом наших расчетов только за 5 лет, мы с вами снижаем проценты на полмиллиона, и у нас ипотека выплачивается за 10 лет вместо 15. Мы практически, ну, сами особых усилий не приложили. Ну, там мы вложили годовую премию. Но, по большому счету, основную часть действительно за нас вложило государство за счет того, что мы НДФЛ платим. Мы здесь не учитываем увеличение заработной платы, возможности, еще какие-то. То есть, когда вы выплачиваете раньше ипотеку, вы перестаете переплачивать проценты, а это самое важное. Вот это для себя нужно запомнить. Итак, давайте с вами резюмируем про топ-5 ошибок ипотечных заемщиков, посмотрим, какие же ошибки не надо совершать. Налоговый вычет дает или мужу, или жене. То есть, сумма, в общем, 260. Нет, мы в данном случае отталкиваемся от того, что у них совокупная на двоих 50 тысяч заработная плата, а вообще дают и мужу, и жене. То есть, если у них у каждого есть возможность получать, там, они получают каждый по 2 миллиона в год, значит, каждый может получить 260 тысяч с одной квартиры. То есть, и тому, и другому дадут 260 тысяч. Например, квартира стоит 4,5 миллиона, ее взяли в Москве, да, соответственно. И 2 миллиона можно получить с мужу, и 2 миллиона можно получить с жене. Ну, то есть, с 2 миллиона в 260 тысяч. Вот так вот это будет. Ну, просто нужна стоимость, чтобы была еще квартира у нас высокая. Мы же не можем получать со стоимостью ниже. Может, я сначала неправильно, не очень сумбурно объяснила на том слайде, извините. Вот именно так. То есть, 260 тысяч с каждого, еще должна быть стоимость квартиры соответствующей, ну, то есть, там, 2 плюс 2 миллиона, если она 4. Если только 2, мы получаем только 260 тысяч. Итак, по поводу ошибок, резюмируем. Главное, нам все равно иметь некий первоначальный взнос на квартиру и не делать дорогого ремонта, потому что вероятность велика, что вы продадите свою первую квартиру, и смысла в дорогом ремонте вообще-то никакого нет. Дорогой ремонт никак не влияет на стоимость вашей квартиры. Это я вам по собственному опыту говорю. И потребительский кредит на первоначальный взнос я не рекомендую брать, потому что это увеличивает нагрузку процентную. И еще говорит о том, что вы не в состоянии сформировать первоначальный взнос. Это говорит об отсутствии у вас финансовой стабильности и независимости. В этом случае лучше не берите ипотеку вообще, просто арендуйте, пока вы не сможете сформировать хотя бы первоначальный взнос на 20%. По кредитной нагрузке. Более 50% тоже платеж не может быть. Помните, 25-30% вашей ПДН, показатели логовой нагрузки. Максимальный кредит на максимальный возможный срок. Много раз говорила, переплачивать будете процентную банку. Задача, наоборот, снижать их. И выбор квартиры без учета альтернативной стоимости аренды жилья. Вот это тоже важный момент. Если в вашем регионе бывает такое, что квартиры дорогие, а снимать их дешевле, например, сейчас это Москва. То есть сейчас снимать квартиру в Москве проще и дешевле, чем купить. Поэтому, конечно же, нужно снимать. Не надо покупать, потому что это будет переплата, которая того не стоит. Поэтому здесь нужно вот этот момент учитывать. Подписание документов по ипотеке и покупке квартиры без должного ознакомления с ними. Но это возвращаемся к базе, что мы должны просто читать внимательно документы перед их подписанием. Давайте посмотрим на рефинансирование ипотеки. Буквально пару спайдов. Тоже тема такая известная была, но особенно до момента, как начала повышаться ставка у нас с вами Центрального банка. Сейчас в прошлом году была супер прям хайповая тема по рефинансированию. Все хотели взять низкую ставку и правильно делали. Это очень правильное поведение, когда мы мониторинг рынок, мы с вами об этом говорили в ипотеке, и пытаемся найти более низкую ставку. Наша задача всегда уменьшать процент по ипотеке, по любому кредиту, который у нас есть. Ну и выгашивать их как можно быстрее. Значит, мы можем с вами, с одной стороны, искать уменьшение процентной ставки при рефинансировании, с другой стороны, например, преследовать целью изменения состава участников кредитного договора. То есть мы хотим, например, кого-то принести туда, например, дополнительным участникам, либо, напротив, исключить. И также у нас может быть цель консолидирования кредитов. Очень часто, например, можно взять ипотеку, два потреба, консолидировать в один, и, соответственно, у вас будет единый кредит. Здесь есть свои подводные камни, я о них расскажу. Значит, формат у нас варианта два есть. Реструктуризация и рефинансирование. Когда мы говорим слово реструктуризация кредита, то это пересмотр текущих условий обслуживания долга. Вот в пандемию, когда у нас с вами был закон о том, что у нас можно будет сделать ипотечные каникулы, вот эти ипотечные каникулы делались на текущий кредит. Это называется реструктуризация. А рефинансирование – это когда вы идете и получаете новый кредит, либо в этом банке, что крайне редко бывает, практически не бывает, или в новом банке, что бывает в 99,9 в периоде процентов случаев. То есть практически в 100% случаев рефинансирование – это означает выдача нового кредита на погашение текущего в новом банке, у нового кредитора. Тогда нельзя рефинансировать ипотеку. Если остаток вашего текущего долга больше 80-90% от стоимости объекта, банки обычно отказывают. В каких случаях это возможно? Первое, если вы недавно ее взяли. И второе, соответственно, если, например, у вас была валютная ипотека, ну, были у нас такие валютные заемщики, если помните времена, и у них до сих пор у некоторых вот действительно остаток текущего долга достаточно высокий, потому что, к сожалению, доллар так сильно склонул, что им теперь расплачиваться за эту ипотеку до конца жизни. Значит, ранее была реструктуризация кредита, если, например, у вас, который негативно влияет на кредитную историю, например, вам дали кредитные каникулы, но не по закону о ковиде, о пандемии или, например, ипотечные кредитные каникулы, потому что вы в декретном отпуске или в армию пошли или еще как-то. То есть если не эти какие-то уважительные причины, а вам просто банк пролонгировал, то это негативно влияет на вашу кредитную историю, и другой банк может отказать. Также вы провели расчеты, мы с вами говорили, что если вам предлагают на полпроцента съездить ставку по ипотеке, то даже можно не считать, будет невыгодно. Если на 1%, то надо посчитать еще раз, будет ли это выгодно. Если на 1,5%, то 100% будет выгодно. То есть вот такие полярные, естественно, для вас ориентиры хотя бы для понимания. А вообще все счетно. Также, соответственно, если застройщик, который вы купили, квартира обанкротилась. Вот была целая катастрофа для тех, кто купил квартиру в СУ-155, купил в ипотеку, они, бедняги, сидели с этими квартирами с безумными ставками по 14-16% и не могли рефинансироваться, потому что заемщик банкрот. Понимаете, это на самом деле действительно, ну, прям трагедия для семьи, для детей. Мало того, что вы не имеете квартиру, так у вас еще безумная ставка по кредиту, и вы не можете рефинансироваться. Что только не пытались придумать, уже и кто-то там пытался перекидываться потребами, куда-то уходить, но это прям вот целая проблема. Ну, и еще есть важный момент такой тоже, если дом поставлен на кадастровый учет, но собственность на квартиру еще не оформлена. Тоже могут быть вопросы, связанные с рефинансированием. Итак, идем с вами дальше. По этапам рефинансирования. Когда мы говорим о рефинансировании ипотеки, у нас с вами есть несколько этапов. Считайте, что вы берете новый кредит. Вот новая ипотека у вас. Вы сначала проанализировали параметры текущего кредита, потом выбрали нового кредитора. Смотрите, этот новый кредитор нужно заранее бы хорошо узнать, а вот тот объект, например, особенно первичного строительства, который вы приобретали, например, еще собственность на него не оформлена, он вообще готов его рефинансировать или нет? Потому что очень часто вы получите заключение у нового кредитора, придете к нему с объектом, он говорит, не, слушайте, я эти объекты не финансированы, а вы уже получили у него первоначальное одобрение. Первоначальное одобрение вам дается как заемщику, просто на то, что вам готовы дать кредит. Но при этом при всем, например, банк может каким-то образом заблокировать решение окончательное, окончательное, потому что ему не понравится тот объект, который вы ему принесете, потому что сначала в объект не даете, вы сразу сначала даете только себя как заемщику. Третий этап – это оценка квартиры и получение окончательного подтверждения нового кредитора. То есть вы можете его не получить еще, потому что первичное одобрение – это не вторичное, не финальное. Дальше четвертым этапом вы подаете заявление на погашение текущему кредитору и выдачу нового кредита с одновременным погашением старого. То есть вы это делаете одновременно, соответственно. Ну, и затем у вас в течение определенного времени, например, там, ну, у каждого банка по-своему, оно дается обычно до 70 дней на то, чтобы вы сделали перерегистрацию обременения. Но у вас же, по сути, ипотека была в одном банке, и залог был там. А теперь вам нужно перейти в другой банк, и залог нужно переместить. И, соответственно, здесь определенного рода возникает вот такой вот момент, такое перемещение, когда у банка будет не обеспечена ипотека. Вот на этот период бывает, бывает, что банки повышают процентную ставку. Смотрите внимательно ваш договор. Такое возможно. Ну что ж, мы с вами закончили тему по кредитам, ровно 16.00. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Мои контакты на экране, и вы можете, если есть какие-то дополнительные интересные тоже, какие-то дополнительные вопросы, тоже можете ознакомиться с ними на YouTube. Там есть видео на тему, в том числе и кредитование. Давайте жду ваши вопросы, и буквально две минутки завершать будем тогда. Так, если вопросов нет, пишите, вопросов нет, все понятно. Следующий блок будет касаться у нас с вами, как выбраться из долговой ямы, поговорим об обращенном банкротстве, поговорим о кредитной истории, как она формируется и так далее. Вот об этом, обо всем будем говорить. Ну что ж, вам спасибо тогда за внимание, и увидимся уже через, по-моему, две недели, если я не ошибаюсь. Продолжение следует...